Здравствуйте! В эфире телеканал «Просвещение» и информационный проект «Медиакарты Высшей Школы России». Проект, обменяющий медицентры высших учебных заведений страны. Каждую неделю мы вместе с нашими коллегами из вузов рассказываем вам о событиях в сфере науки и образования, а также о студенческой жизни, о самом новом, что происходит в российских вузах. И начнем мы наше сегодняшнее путешествие по медикарте Северокавказского федерального университета. На связь с нами выходит Ольга Варнавская. Сергей, Северокавказский федеральный университет рад приветствовать вас и всех зрителей телеканала «Просвещение». Крупнейший вуз СКФО отметил трехлетие. О мероприятиях, приуроченных к дню рождения университета, и о других интересных событиях расскажем прямо сейчас. В СКФО состоялось заседание наблюдательного совета университета под председательством вице-премьера России Александра Хлопонина при участии министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова и замглавы Минобра России Александра Климова. На совещании также присутствовал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Александр Хлопонин положительно оценил деятельность вуза и заявил о необходимости расширения географии взаимодействия университета с предприятиями. Дипломированные специалисты должны трудиться не только в регионе, но и в крупных российских компаниях, таких как «Росгидро» и «Роснефть». Сама система образования, по мнению Александра Хлопонина, требует перестройки под молодежь. Так называемые стартапы – инновационные идеи молодых – надо всячески поддерживать и развивать. Стартапы, которые находятся в мозгах этого поколения «Некст», эти стартапы, они их разрабатывают, придумывают, им надо помогать. Нам в нашем же университете абсолютно надо иметь проектный офис и направление, где именно молодежь могла самые сумасшедшие идеи предлагать. Самые сумасшедшие. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов напомнил, что на попечительском совете вуза, прошедшем в марте, было принято решение о том, что ИСКФУ станет флагманом разработки новой концепции системы образования на Северном Кавказе. Я считаю, что программа развития системы образования округа – это, наверное, один из таких ключевых фундаментов вообще, скажем так, всей модели социально-экономического развития округа на будущее. Стройотряды ИСКФУ отправятся на строительство космодрома «Восточный». Об этом шел разговор на встрече Александра Хлопонина с лидерами студотрядов. 250 человек будут участвовать в масштабном национальном проекте. Он находится под пристальным вниманием президента России Владимира Путина. Поэтому участвовать в этой стройке – особая ответственность и честь. Самых достойных выберут в вузах округа, в том числе и в ИСКФУ. Кто именно поедет на стройку в ближайшее время, решит Координационный совет лидеров стройотрядов и полпредства, создать который было решено здесь же на встрече. Вице-премьер выразил уверенность, что благодаря молодым профессионалам стройка завершится в запланированные сроки. Крупнейший университет региона дал свой первый IQ-бал с символичным названием «Одоинтеллекту». Праздник приурочили к трехлетию с момента основания федерального вуза. Его участниками стали около 200 лучших студентов ИСКФУ. С первых же минут участники красочного действия погружались в атмосферу светского бала. Кульминацией праздника стало награждение победителей конкурса на соискание премии «Гордость ИСКФУ» – самой почетной награды вуза за особые успехи в учебе, науке, творчестве, спорте, общественной деятельности. Ребята, вы действительно лучшие из лучших. Это не просто слова. Вы это подтвердили своими знаниями, вы подтвердили своей учебой. Всего было заявлено 10 номинаций, и в каждой из них была нешуточная конкуренция. У нас университет очень больших возможностей. И сегодняшний вечер это показал. По каждой номинации выигрывали студенты, у которых просто огромный багаж, можно сказать, заслуг, достижений. На мировом уровне даже были, на всероссийском, на оригинальном, само собой. Больше всех успехам своих студентов радовалось, конечно, руководство вуза. Поздравляя ребят, ректор ИСКФУ Алина Левицкая напомнила им олимпийский девиз. «Альтиус, цитиус, фортиус. Чтобы вы были выше, быстрее, сильнее во всех ваших начинаниях, инициативах, попытках. Не надо бояться ошибок. Молодость интересна тем, что она имеет счастливый шанс ошибаться и потом еще жизнь отпускать срок на то, чтобы эти ошибки поправить». По итогам конкурса выпускником года стал Иван Пальцев, председатель совета обучающихся ИСКФУ. А студентом года Марина Бочарова, представительница гуманитарного института ИСКФУ. «Это большая гордость для меня, для моих родителей. Надеюсь, для университета, что такой, как я стал выпускником года. Дай Бог, чтобы это оправдалось». «Хотелось бы выразить, конечно же, благодарность за возможность, которую дает нам университет, который он позволяет нам пробиться в люди, показать себя». Иван и Марина, как и другие победители конкурса, станут образцом для 30 тысяч студентов крупнейшего вуза региона. ИСКФУ объединил КВНщиков со всего Северного Кавказа. Вуз пригласил самых веселых и находчивых ребят региона на выездную школу КВН Северокавказского федерального округа, самую масштабную за последние десятилетия. «Эта школа самая колоритная школа КВН, мне кажется, в России, потому что она представлена собой разными, разными по характеру, по своей национальной принадлежности, по специфике направлению юмора ребят. И она этим и прекрасна, своей многогранностью». В течение трех дней для северокавказской молодежи проходили увлекательные мастер-классы и тренинги. Как грамотно построить свое выступление, написать хорошую шутку и продумать имидж команды. В чем секрет успешного выступления? Опытом с ребятами делились чемпионы высшей лиги КВН, а ныне редакторы различных лиг, авторы и звезды популярных комедийных шоу Павел Павловский, Илья Романенко и Серж Горелый. «Молодежи это дает самореализацию. То есть, если им нравится заниматься юмором, то мы просто их двигаем в правильную сторону и говорим им, каких ошибок не стоит допускать». Работа в школе кипела с утра до ночи. Тренеры старались ответить на все вопросы подопечных. «Ребятам реально интересно. Они по вечерам готовят выступления, потому что завтра все закончится фестивалем. Все команды по ночам пишут шутки, ставят их на ноги. И действительно, у всех глаза горят. Это очень приятно». В скором времени участники школы продемонстрируют то, чему научились в полуфинале Лиги Кавказ. СКФУ в двух предстоящих играх представят пять молодых вузовских команд. На этом все новости на сегодня. Северокавказский федеральный университет прощается с вами и передает слово телеканалу «Просвещение». Спасибо, Ольга. Ну что ж, а сейчас мы перемещаемся в Республику Крым. На связи с нами уходит Виктория Малыхина с новостями Крымского федерального университета имени Вернадского. Здравствуйте, Сергей и все телезрители канала «Просвещение». Вас приветствует Крымский федеральный университет. В нашем вузе стартовал проект изучения и публикации коллекции отических краснофигурных вас. Об этом в нашем сюжете. 2 июня в КФУ имени Владимира Ивановича Вернадского состоялось подписание договора о сотрудничестве между Базельским университетом Швейцарии, Крымским федеральным университетом и благотворительным фондом Диметра. Сотрудничество предусмотрено в сфере сбора и подготовки документации, исследования и публикации коллекции отических краснофигурных вас 4 века до н.э., хранящейся в Центральном музее Тавриды, Симферополь, Ялтинском историко-литературном музее, Федосийском музее древности, Национальном заповеднике Херсонес-Таврический Севастополь, Краеведческом музее Евпатории. Проект концентрируется на афинских вазах 4 века до н.э., которые были найдены здесь, в Крыму. Это свидетельство международных связей 4 века до н.э. между Грецией, где эти вазы были произведены, между Крымом, куда они были привезены, и зачастую использовались и таким же образом, как в Афинах, и с какими-то местными особенностями. То есть мы здесь говорим о восприятии, о культурном обмене. И вообще, в целом, 4 век до н.э. – это очень интересный период, который связан именно с контактом большого количества народов античного мира. Уникальность проекта заключается в том, что наличие греческой керамики на полуострове позволяет сказать, что Крым является частью большого античного мира. В проекте, в этом конкретно, задача стоит каталогизировать, то есть описать, зарисовать, фотографировать, в основном найденные вещи. Но, естественно, поскольку раскопки продолжаются, и каждый год в Крыму работает на античных памятниках, порядка 10-14 экспедиций каждый год, и все время находят, в том числе, и отеческие вазы 3-4 века, то они, конечно, тоже будут включены в каталоги. Университет, в данном случае, и наш институт Востоковения, и сейчас он называется Центр истории археологии Крыма, Федерального университета, Мы координируем работу в нескольких музеях Крыма, то есть мы договорились элементарно о том, чтобы появилась возможность работать в фондах, плюс мы организуем пребывание господина Отмара, мы будем участвовать в описании этих ваз и публикации подготовки издания, и организуем русскоязычную версию каталога. Каталог посвящен определенной категории памяти. В данном случае расписаны чернолаковые, значит, аттические вазы. Это район производства Атика на территории Греции. И выбираются в музеях именно эти вещи. И уже первый том вышел, значит, сейчас готовится, собирается материал для подготовки второго тома. Крымский федеральный университет выразил свою готовность принять активное участие в данном проекте. У нас есть подготовленные специалисты. Это наш институт востоковедения, который будет выполнять непосредственно практическую работу. Это начиная от раскопок до создания хорошего альбома, до создания потом выставки, которая может быть, ну, носить передвижной характер. Не только в пределах России. Я думаю, что она найдет много зрителей и желающих увидеть артефакты третьего-четвертого века до нашей эры и в других странах, в странах Евросоюза. Потому сегодняшнее подписание соглашения с Базельским университетом, швейцарским, это один из крупнейших университетов, с которым уже научное сотрудничество ведется с 2008 года. Как видите, несмотря на санкции со стороны Евросоюза, прогресс и науку остановить нельзя. Поэтому будут создаваться новые альбомы, новые фундаментальные труды, совместные, и будет идти популяризация историко-культурного наследия Крыма, России, не только самой России, но и за ее пределами. Совместная работа над открытием уникального пласта античной культуры предусмотрена на период с 2015 по 2016 год. К концу первого года будет выполнена аутопсия ВАЗ и графическая и историческая документация. Второй год будет посвящен редакторе текстов, их переводам и публикации томов. Об остальных событиях, которые будут происходить в нашем ВУЗе, мы расскажем в следующих сюжетах. Крымский федеральный университет с вами не прощается, а говорит «до свидания». Я передаю слово к каналу «Просвещение». Спасибо, Виктория. Ну а сейчас из солнечного Крыма мы перемещаемся в город Казань. На связи с нами выходит Аделя Валеева с новостями Казанского федерального университета. Спасибо, Сергей. Всем привет. В эфире «Универньюз» – главные новости Казанского федерального университета. И сегодня я, Аделя Валеева, расскажу вам о самых главных новостях этой недели. Студентка, комсомолка и просто красавица Динара Файсханова, студентка Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, разработала свою технологию создания инновационной оболочки для бифидобактерий. Подробнее об этом открытьте в нашем следующем сюжете. Динара Файсханова начала разрабатывать свой проект еще учась на втором курсе. Уже тогда она стала победительницей программы «Умник», а также дипломантом конкурса 50-х инновационных идей Республики Татарстан в номинации «Молодежный инновационный проект». А уже в этом году Динара стала одним из победителей конкурса, который организовал Американский фонд гражданских исследований и развития CRDF Global. Мой проект – это разработка эмульгированного бифидобактерина. Животные в Татарстане очень, к сожалению, погибают от дисбактериоза. Как раз мой препарат помогает в устранении этого заболевания. И существующие сейчас препараты на рынке, они или импортированы, и дороги. Мой препарат, он будет экономически выгоден. Его применение позволит упростить процесс выздоровления животных. И этот препарат, он содержит в себе эмульгированную оболочку для бифидобактерий, которая позволяет достигать именно места дислокации 12-мёршной кишки, для того, чтобы населить микрофлору полезными микроорганизмами. Все разработки проекта осуществлялись на базе КФУ. Также планируется получение совместного патента. В будущем Динара собирается продолжить свои научные деятельности, поступить в магистратуру и аспирантуру КФУ. Инна Федотова, Юлия Парышева, Руслан Урманов, Универньюз. О других, не менее значимых новостях Казанского федерального университета мы расскажем в нашем кратком экскурсе. О сотрудничестве КФУ и Японского института Рикен уже впору слагать легенды. Именно Казанский федеральный и по сей день не остаётся единственным вузом-партнёром Рикен не только в России, но и в Восточной Европе. Японских коллег из Университета Джунтенда заинтересовал симуляционный центр КФУ, о котором они не раз слышали. В Университете Джунтенда намерены не только перенять наш опыт, но и сотрудничать с КФУ в дальнейшем. Японцев очень заинтересовали наши симуляторы. Они хотели бы видеть разработки учёных в КФУ у себя. Кроме этого, назревает ряд совместных проектов с КФУ и Рикен. Речь идёт об исследованиях в геномной медицине и изучении клеточных мутаций. Пей Ванг является доцентом Университета города Темпл в США, а также главным редактором журнала «Искусственный интеллект». Его курс лекций в КФУ ориентирован на проблемы в развивающейся сфере искусственного общего интеллекта и их решения. В лекции анализировались и обсуждались темы искусственного интеллекта и когнитивной науки. Любой экзамен – это лотерея, поэтому удача в этом деле никому не повредит. Чтобы привлечь фортуну на свою сторону, студенты используют массу способов. Мы не верим в свою веру. Никакие. Вообще. Нормальные студенты. Смотрел видео, Шайл Абаф называется, мотивирует. И на фоне, он был на фоне зелёного экрана, и на фоне зелёного экрана котики падали, короче. Котики пытались прыгать, но падали. И Шайл Абаф так мотивировал, как «ты сможешь, ты сможешь». И вот когда я посмотрел это видео, я сразу понял, что я смогу сдать экзамен. Потом посмотрел, как Том Харди едет на Северный полюс. И понял, что раз Том Харди смог, значит я смогу. Потом посмотрел сериал, трейлер, нет, пилот сериала. Понял, что он не очень. И понял, что надо стараться. И вот начал стараться вчера. И вот сдал на 4 сегодня. По-любому надо положить тетрадки, какой у тебя экзамен, под подушку, вот это обязательно. И в 12 часов крикнуть, вылезти в окошко, крикнуть «халява, приди!» обязательно. Помогает. Помогает, да, не раз проверено уже. А вот если так не сделаешь, вообще бесполезно. А на этом у меня всё. До встречи через неделю. Сергей, передаю вам слово. Спасибо, коллеги. Но наша следующая сновка на медикарте – это город Бардаул. Наследственно выходит Ирина Корчагина с новостями Алтайского государственного университета. Здравствуйте, Сергей. Я приветствую зрителей телеканала «Просвещение». Мы расскажем вам о самых интересных новостях нашего вуза. Наука должна быть доступна каждому, даже если это кажется невозможным. В Алтайском госуниверситете и его филиалах открылись пункты обслуживания слабовидящих и незрячих студентов. Для таких читателей краевая и научная библиотеки АГУ предоставляют литературу в доступном им формате. В основном это аудиокниги. Теперь стало возможно послушать знаменитые произведения Пушкина или Пастернака, а также заказать учебные пособия или узкоспециализированную литературу. Сотрудники библиотеки обещают, что заказ идет до получателя в оперативном режиме прямо из фондов Алтайской краевой библиотеки. Больше популярностью, естественно, пользуется нет научная литература, так как для подобной категории читателей не хватает на сегодняшний день литературы именно по высшей школе, по дисциплинам высшей школы. Поэтому, в первую очередь, для них необходима научная литература. Вернуться к истокам культуры наших предков решили в Алтайском государственном. Факультет искусств получил первые в своей истории патенты на производство оригинальных этносувениров. О технологии изготовления из природных материалов, а именно рогоза, расскажем в следующем сюжете. В этих замысловатых хитросплетениях из рогоза нашли воплощение вековые этнокультурные традиции России. Факультет искусств Алтайского государственного университета получил первый в своей истории патенты на оригинальные сувениры из натурального материала. Изделия представлены тремя образцами – настенная кукла-полынка, бережея и подарочные лапти. Плетением из различного природного сырья занимались еще в Древней Руси. Однако рогоз по своим свойствам отличается от других аналогов, легко сгибается и одновременно очень прочный разрыв. Именно поэтому он так часто используется для производства подобной продукции. Новизна нашего изготовления в том, что мы при изготовлении изделий добавляем различные виды алтайских лечебных трав. Это и полынь, это пижма, тысячелестник, ну и многие другие травы. При правильном хранении их, заготовке, они долго сохраняют свой естественный цвет и запах. Также мы стараемся сохранять историко-культурное наследие наших регионов, в частности, все славянские бережные традиции. Работа над проектом началась еще два года назад. Было зарегистрировано ноу-хау традиционное плетение из рогоза как основа возрождения народного искусства. Оригинальные береги расскажут многое об обычаях творчества в России и регионе, станут декоративным украшением интерьера. Их можно применять и в качестве художественной сувенирной продукции. А если верить старинным суевериям, эти изделия могут защитить и от нечистой силы. Ну вообще издревле веник из полыни на Руси считался берегом, и он был в каждом доме. И вот, как вы видите, юбочка имеет форму веника, и тем самым эта кукла выполняет функцию оберега. По собственной инициативе инновационную технологию плетения смогли освоить студенты направления декоративно-прикладного искусства, культурологии и дизайна. Оригинальная техника используется в учебном процессе при выполнении курсовых, дипломных и научно-исследовательских работ. На сегодняшний день коллектив факультета разрабатывает и другие охранные документы, подтверждающие авторское право на результаты интеллектуальной деятельности. Юлия Сидорова, Лев Тюрин, учебная телерадио-студия. На этом у меня все. Прощаюсь с вами до следующей недели и передаю вам слово, Сергей. Спасибо, Ирина. Ну а мы сейчас из Барнаула перемещаемся в Тюмень. Из честной связи на выходе Екатерина Сухометкина с новостями Тюменского государственного университета. Спасибо, Сергей. Здравствуйте. Я и мои коллеги представим наиболее интересные новости образовательной и студенческой жизни. Ключевым вопросом заседания ученого совета вуза стал доклад о работе Нижневартовского экономико-правового института филиала Тюмгу и перспективах его развития. За последние пять лет здесь не только справились с министерскими показателями мониторинга вузов, но и не забыли про детей, поддерживая даренных. 1221 студент, 9 образовательных программ, 50 бюджетных мест, высокий процент успеваемости и почти полное трудоустройство выпускников. По мнению ректора головного вуза, это результат упорного труда и высокой квалификации директора филиала Натальи Фроловой и всего коллектива. Очень хороший состав преподавателей. Мы видим, что средний возраст 42 года, то есть молодой коллектив, при этом 87% остепененность. За последние пять лет эти цифры только улучшены. В Тюмени прошла 18-я всероссийская научно-практическая конференция «Сулеймановские чтения». Ее участники убеждены, что необходимо изучать литературу и культуру народов региона, а также сохранять их этническую самобытность. В этот раз впервые поэты представили стихи об известном земляке, а дети – рисунки по мотивам произведений Булата Сулейманова. Одним из организаторов мероприятия выступает Тюменский госуниверситет. Филиал Тюмгу в Тобольске открыл Центр инклюзивного образования и практики «Мы вместе». В центре работает команда высококлассных специалистов, ориентированных на активную практическую деятельность. Они будут помогать особенным детям чувствовать себя равными со всеми. Для этого здесь созданы все условия. Необходимую поддержку центру готова оказать и администрация Тобольска. В Тюменском госуниверситете в очередной раз выбрали лучшее общежитие. Смотр-конкурс проходит уже в одиннадцатый раз, так что сложились свои традиции. Награждает не только победителей, но и поощряет активистов. Подробнее Анастасия Тадыкина. Работа студенческого совета в общежитии зависит от председателя. Именно они первыми получили заслуженные награды, дипломы и классные толстовки с символикой Тюменского госуниверситета. Напомним, что в связи с предстоящим ремонтом двух общежитий в этом году защита проектов проходила в заочной форме. Жюри отметило, что приходить в гости к студентам, конечно, интересней, но такая защита тоже хорошо. По итогам конкурса третье место досталось общежитию номер три, второе – общежитию номер один. Первое место получило четвертое общежитие. Гран-при в 2015 учебном году вручается общежитию номер пять. Я очень рад. Я рад. Я хочу сказать спасибо всей своей команде. Мы все старались. Я считаю, что мы это заслужили. Мы работали весь год. Мы шли к этому. И мы достигли этого. В прошлом году мы также победили на смотре конкурса. И нынче мы взяли гран-при. Сегодня мы соберемся в своем ретро-кафе. Жаль, что он закрывается на ремонт. Мы соберемся и отпраздним. Сегодня у Кати Чемлевановой день рождения. В прошлом году именно она принесла победу. Нынче эта победа для нее. Спасибо. Поздравляем пятое общежитие с победой. Желаем им и впредь держать марку. В творческой лаборатории ФАБЛАП Тюмгу впервые состоялась Олимпиада по робототехнике в рамках Олимпиады школьников Менделеев. Соперничали учащиеся пятых-одиннадцатых классов из Тюмени и районов области. За соревнованиями наблюдал Георгий Елаев. В рамках Олимпиады проявить себя могли все ребята. В заданиях были предусмотрены как творческие, так и соревновательные направления. Творческий раздел носил название «Роботы в науке». Школьники представили свои проекты роботов и различных электронных устройств, которые могут использоваться в научных исследованиях. Мы открываем новое направление в Институте математики и компьютерных наук по робототехнике и мехатронике. Это дает им будущую профессию. Но вообще это развивает различные навыки и программирования, и физики, и математики. И они впоследствии могут стать первоклассными программистами или другое направление, выбрать подготовки, которые уже реализуются в Тюменском государственном университете. В рамках Олимпиады впервые проводилась уникальная для Тюменской области экспериментальная категория «Ардуино», чтобы вызвать интерес школьников к этой робототехнической платформе. Я должен вставить цветочек, поворачиваться на свет, там, где на него больше светит. То есть если на него больше свет попадает с этой стороны, то я должен вернуться на эту. С этой, в эту. Это сложная задача? Для меня лично да. Почему? Потому что раньше я такого никогда не делала, и, собственно, мой опыт в «Ардуино» не сильно большой. В соревновательной части была представлена дисциплина «Биатлон», требующая от роботов изящества и внимательности. Впервые проводились и скоростные гонки, в которых юные изобретатели смогли проверить, чья машина быстрее. Где-то примерно в ноябре я узнала про этот кружок, и мне захотелось пойти туда. Мы поехали на соревнования и получили первое место. Тогда я поняла, что у меня талант. Я хотела собрать роботы, которые помогают людям при пожаре, ну или в трудных ситуациях, которые могут увидеть человека, который не смог выбраться при пожаре, и вызвать туда людей, их помочь. Стоит отметить, что в Олимпиаде принимали участие учащиеся городских и сельских школ. Создатели самых ловких роботов и самых полезных проектов получили заслуженные призы. Судя по количеству конкурсантов, вскоре Тюмень ожидает настоящий роботобум. Больше видеоновостей Тюменского госуниверситета на новом портале Тюмгу в интернете – utmn.ru. Сергей, передаю вам слово. Ну что ж, вот мы добрались до крайней сегодняшней установки в проекте медиакарта высшей школы России. Мы перемещаемся в Национальный истецкий университет МИЭД. Слово нашим коллегам. С 22 по 24 мая состоялась 4-я выездная школа актива – конечная точка обучения студентов. За происходящим в Меделеево следила Анастасия Рубцова. В этом году в школе актива МИЭД произошли серьезные изменения. Главное из них – появление трех выездов вместо одного. Активисты уже побывали на командообразовательном и спортивном. И вот сейчас приехали в гостиничный комплекс Менделеева на третий выезд школы актива МИЭД 2015. Актовый зал. Официальное открытие. Представление организаторов, знакомство в группах и работа над кейсом в студсовет глазами первокурсников. Ребята отвечали на шесть поставленных вопросов, а после презентовали один из них на сцене. В 8 утра следующего дня все выстроились на улице для проведения танцевальной зарядки от студсовета. До обеда обучающие тренинги. После – центральное мероприятие выезда, посвященное празднованию 50-летию МИЭД. Шесть танций. На каждой за 40 минут команда генерировала решение проблемы новой мероприятия. Затем участники поделились по направлениям отделов студсовета, в которых им интереснее всего работать. Уже в новых командах ребята дорабатывали самые важные на их взгляд проекты и представляли их на общем собрании. Поработали – можно и развлечься. Каждая команда получила известный фильм в непривычном жанре. Ребята подошли к заданию со всей смекалкой. Третий – завершающий день выезда. Встреча с тренерами, работавшими с ребятами на протяжении всей школы актива, подведение итогов, вручение сертификатов и чтение писем в будущее. В течение всего выезда за ребятами наблюдали и оценивали их работу, как индивидуальную, так и командную. Самой дружной и активной стала команда «Моя радость». Ребята получили обложки на студенческий с эмблемой студсовета. В индивидуальном зачете были выбраны 6 счастливчиков, которым организаторы передали главный символ студенческого самоуправления – синий галстук, а также вручили именные грамоты. Выезд завершен, но работа только начинается. Студенты выбрали и обозначили себе проекты, которыми будут заниматься в течение следующего семестра. Посвящение в активисты. Все собрались на улице и выстроились в виде логотипа студенческого совета МИЭТа – разноцветной микросхемы. Анастасия Рубцова, Игорь Карепанов, Владимир Володин, Олег Осипенко, МИЭТ-ТВ. О других новостях нашего ВОЗа мы расскажем в следующих выпусках. Национальный исследовательский университет МИЭТ – Сергей. Вот и подошел к концу сегодняшний выпуск информационного проекта «Медиакарта» Вашей школы России. Я благодарю всех коллег, принимав участие в его создании. Если ваш ВОЗ участвует стать участник проекта, пишите нам на электронную почту «мэпсобака» в рассвещении.тв, а также сходите на наш сайт «вуз-медиамэп.ру». До следующей недели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова